МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прежде всего, конечно, о наших земляках. Вот вы завершили проверку. Каковы основные ее итоги по-вашему? Да. В вооруженных силах Российской Федерации завершается итоговая проверка за весь 2012 учебный год. И эта проверка была разделена в рамках октября месяца на две части. В первую очередь первые две недели, и в вторую очередь вторые две недели. У нас зритель уже видел часть вот этой проверки, как раз мы приезжали, показывал. В целом, если говорить за 106-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию, то она боеготовна и боеспособна. Показатели сопоставимы с родственными соединениями частями войск. Где-то есть лучше, где-то есть похуже. Вот сопоставимы – это что? Значит, вот когда вы принимали участие в проверке непосредственно на месте, вот я помню, там тянули какую-то телефонную линию, вот вы оценили на «хорошо». Вот сопоставимы – это что? Хорошо, отлично, плохо, удовлетворительно. Какими вообще критериями оценивается работа десантников? Ну, как и вся система, она оценивается четырехбальной системой. По многим показателям, по одним из показателей – это воинская дисциплина и правопорядок – оценивается двумя оценками – удовлетворительно или неудовлетворительно. А все остальные – как классическое. Поэтому, конечно, всегда… То есть «хорошо» – это самое верхнее, это четыре или это… Нет, отлично, конечно. Отлично. Отлично, хотя это сегодня достаточно редкое явление, и, конечно, не может это не огорчать. Здесь есть и объективные причины, и субъективные. Мне кажется, можно об этом сейчас зрителю сказать, тем более нас не только военные смотрят, наверняка им интересно все-таки, какая наша боеготовность. Ну, если тогда начинать, то нам надо немножко с предыстории. В рамках сегодняшних реформаций вообще тульская дивизия подлежала ликвидации. И численность дивизии переходила на увеличение численности других соединений и частей ВДВ. То есть должны были расформировать и… Да, да, и передать численность, да. У нас сегодня дивизии двухполкового состава. А в советское время, если вы помните, вообще классическая схема построения русского войска – это троичная система. Три взвода – это рота, три рота – это батальон, три батальона – это полк, три полка – это дивизия. Но новые веяния, как бы, были остановлены тремя составляющими. Жесткой позицией командования ВДВ о том, что одна из прославленных дивизий не должна быть расформирована. Я хочу сказать слова благодарности ветеранскому сообществу дивизии и тогдашнему руководству Тульской области, которые совместно обратились к президенту страны как гаранту. И было принято, считаю, абсолютно правильно политическое решение о сохранении Тульской дивизии. Вы оценили, что, в принципе, ну, так скажем, хорошо, да? Да, в принципе, хорошо. Нет, нехорошо. Я не сказал, да. Я сказал, что сопоставимо с другими. Ну, Туликам, наверное, будет огорчительно. Тульский полк подготовлен хуже, чем Рязанский. И здесь тоже есть объективные причины. Какие? В связи с тем, что Тульский полк завершает перевооружение на боевую машину БМД-2, а излетное пространство, стрельбище, не позволяет вести подготовку экипажей в учебном центре Тесницкое. И они вынуждены длительное время на правах пасынков пребывать либо в Дубровичах, это под Рязанью, полковой полигон, либо в Сельцах, на полигоне Рязанского десантного училища во время каникулярных отпусков курсантов. Поэтому есть проблемы. Мы сейчас ряд вариантов посмотрели по перепроектированию. То есть вы сейчас пытаетесь их решить? Да, именно для этого я и взял на проверку второй очереди 106 дивизию, потому что она сегодня наиболее проблематична с точки зрения организации учебного процесса. Вот вы сейчас как-то страшные такие слова, я вот что хочу уточнить. Вот смотрите, вы заявляли в одном из интервью, что мнение о вас как о жестоком генерале вы рассматриваете как комплимент. Вот в этой связи. Что-то теперь нам грозит или все-таки вы вот сейчас вот говорите, что я ищу пути решения, что вы будете как-то нам помогать? Ну, во-первых, я никогда не был жестоким, потому что я абсолютно уверен, что жестокость это дело слабых или нездоровых людей, таких как Гитлер и тому подобное. Я к врагам даже никогда не был жестоким. А вот жестким командиром я был всегда, наверное, поэтому и состоялся как офицер и стал командующим воздушно-десантными войсками. Жесткость, она ведь в себе имеет целый ряд абсолютно конкретных критериев. Это умение оказать воздействие на процесс подготовки твоих подчиненных, там, где надо, где они правы защитить их, но и там, где они допустили оплошности или промахи, спросить с них по всем тем правилам, которые определены, как правило, руководящими документами. Поэтому, ну, да, я всегда был жестким командиром, и, наверное, кто-то на меня и за это обижается, но самое главное, чтобы не страдало профессиональное дело, потому что цена всех наших мероприятий боевой подготовки, она проверяется ценой жизни наших подчиненных и пролитой кровью. Поэтому лучше мы будем проливать кружки пота, чем потом терять капли крови. Сегодня, к сожалению, есть проблемы и у нашей промышленности. У нас есть проблемы к ТУЛО КБП, нашему основному генеральному разработчику системы перевооружения. Заняли пассивную позицию, разработали концепцию, она сейчас буксует, не во всем стыкуется с требованиями генерального штаба, а они сидят, чего-то ждут. Меня это не устраивает. А мы, отстаивая с Курган-Маршзаводом право на существование БМД-4М и машину этого модельного ряда, не находим поддержки. А какая нужна поддержка? А вот активность. Они должны более, так сказать, системно решать вопросы через вице-премьера Рогозина, активнее сотрудничать с военно-промышленной комиссией. Но они же этого не делают. Так что, не все в вашем королевстве хорошо. А у вас есть какое-то предположение, почему они это делают? Да, я не знаю. Я, хоть фамилия у меня Шаманов, да, но гадать на кофейной кущей и шаманить я не умею. Я констатирую факт, что сегодня в воздушно-десантных войсках 4% новых образцов бронетанковой техники. А президентам поставлена задача к 2016 году иметь 30%. Я надеюсь, что наши оружейники сейчас вас слышат. Мне жаль, что время нашей программы подошло к концу.